Я приветствую всех участников моего весеннего марафона «Полюби свой дом». И в этом весеннем марафоне мы с вами будем создавать уют, создавать красивый интерьер. Будем стремиться к тому, чтобы этот интерьер порубили не только вы, но и ваши близкие. Я обещаю, марафон будет очень и очень интересным. Я понимаю, что не у каждого есть возможность к тому, чтобы пойти что-то приобрести дорогое. Поэтому здесь буду делиться какими-то своими бюджетными идеями, лайфхаками. И если для вас это актуально и интересно, то давайте сначала познакомимся. Сейчас я расскажу немного о себе, потому что, возможно, кто-то на мой канал сейчас в марафон попал впервые. А вы, в свою очередь, в комментариях расскажите, как вас зовут, откуда вы, чем вы занимаетесь. Возможно, вы что-то делаете своими руками, и кто-то друг друга найдет с помощью моего марафона. Меня зовут Мария, я живу в Москве. Недавно мы переехали в нашу квартиру, где сами продумывали весь ремонт, многое что делали своими руками. И как раз вот тогда начала я вести канал, как дневники ремонта, делиться бюджетными лайфхаками по ремонту, показывать, что мы делаем, как мы декорируем квартиру. В общем, с этого канал и начался. В июле прошлого года я стала мамой, и на канале тоже есть какие-то видео о материнстве, о родах, о беременности. В общем, если вам интересно, можете тоже их посмотреть. Я давайте немножечко, пока вы в комментариях пишите о себе, также расскажу, как будет проходить марафон. Изначально я задумывала три занятия, но сейчас я поняла, что этого мало. И первое занятие я поделила все-таки на два полноценных урока, чтобы дать как можно больше полезной информации. И первое занятие будет сегодня. Оно будет посвящено созданию уюта какой-то одной комнаты, как я говорила. На следующем занятии мы с вами продолжим, и следующее видео выйдет, скорее всего, в понедельник. Более подробно я буду писать в своем инстаграме, кстати, о наличии которого я, напоминаю. Успеваю как-то быстрее все освещать, и, возможно, что-то из марафона буду тоже что-то выкидывать. Третье занятие пройдет у нас в режиме DIY, или своими руками мы будем делать что-то очень простое, но красивое для своего интерьера, что я очень люблю делать, вы уже, наверное, сами все поняли из моего канала. Четвертое занятие пройдет в режиме прямого эфира. Мы с вами можем онлайн пообщаться, так что готовьте свои вопросы, я буду обсуждать какие-то наиболее частые ошибки в интерьере. Я в квартире буду что-то более подробно рассказывать, поэтому прямой эфир будет очень полезен. В течение нашего с вами марафона будет доступна группа WhatsApp, весенний марафон, так и будет называться. Ссылка на него будет здесь внизу под видео. И в этой группе мы с вами сможем делиться какими-то своими результатами марафона. В общем, сможем просто общаться в приятной обстановке. Единственное, я не сразу смогу отвечать всем, потому что я мама, прежде всего, это моя самая главная роль. Из-за того, что я занята с малышом, я не могу ответить кому-то быстро. Так, ну что, по-моему, я все уже рассказала. Давайте приступим все-таки к нашему марафону. И для начала расскажу, какое помещение я выбрала. На самом деле мне в директ приходило много сообщений, и почему-то всех интересовало больше всего гостиная. Наверное, все-таки этому тоже будет посвящен какой-то уже следующий марафон, но я выбрала кухню. Почему? Я объясню. Я провела аналитику своего канала, выяснила, что около 80% моего канала подписчики это женщины. А мы с вами, женщины, большую часть времени, как это ни парадоксально, но проводим на кухне. А даже если мы ничего не готовим, все равно нужно разогреть, мыть посуду, загрузить ее в посудомойку и так далее. Все равно на это уходит большую часть времени. Второе, тоже немаловажное, почему я выбрала кухню. По кухне наиболее часто мне задавали вопросы. И я понимаю, что вот кухня, когда вы делаете ремонт, забирает наибольшую часть бюджета. Хочется сделать ее красиво, уютно и с меньшими затратами. Когда на стадии ремонта вы подходите уже к окончанию этого ремонта, на все это при украшивании кухни, декорировании кухни, денег практически не остается. И вы это все делаете уже в режиме нон-стопа, потом, когда вы живете, когда вы уже переехали туда. И третье, конечно же, кухня, она объединяет, как правило, семьи. Сейчас очень много кухонь-студий, когда кухня соединена в столовой с какой-то основной зоной, в которой, в общем-то, облетает вся семья. Я вообще всеми пальчиками за это, хотя есть противники этого, я знаю, но мы с вами более подробно, наверное, это в прямом эфире обсудим. А все-таки я считаю, что это делать правильно, потому что если вы хотите, чтобы ваша семья как можно более чаще общалась, проводила время, все-таки кухня, она объединяет, стол, он объединяет. Поэтому я выбрала кухню, я думаю, что это логично, и мы с вами будем в течение этих двух занятий говорить именно про кухню. Кстати, то, что я буду вам показывать, естественно, я тоже эти все этапы буду с вами вместе проходить, делиться, что-то я уже сделала, поэтому этот марафон будет полезен и для меня, конечно же. Итак, первый этап, это этап, который я назвала разбор шкафов и холодильника. Очень просто, вот кажется, да, но почему именно этот этап? Вот я вам честно сейчас признаюсь, холодильник, к сожалению, часто у меня вызывал какие-то негативные эмоции. Наиболее часто, когда ты готовишь или когда кушаешь, да, ты заглядываешь в холодильник, чтобы взять туда какую-то еду. И когда там хаос, ты не можешь найти, что тебе требуется быстро, да, вот в режиме нон-стоп, особенно когда у тебя большая семья, у тебя завтрак, это всегда очень сильно раздражает. И кроме того, раздражает на самом деле не только вас, но и членов вашей семьи, они не могут быстро что-то найти. Поэтому очень важно в холодильнике навести порядок и все удобно рассортировать. Я тоже это все сделала, потому что, как я и сказала, у меня также в холодильнике был хаос. Какие-то маленькие пакетики. В этих пакетиках, в одних сыр, в другом колбаса, в третьем масло, еще что-то. И все это хаотично разложено по полкам. Ты каждый раз, когда хочешь накрыть завтрак, бегаешь сто раз в холодильник. Это настолько неудобно и нефункционально. И вот это вот так называемое расхламление, которое сейчас очень популярно на ютубе, я знаю, я как раз начала с холодильника. Первое, что я сделала, это я выкинула все, ну и собственно вы тоже будете это делать. Я выкинула все, что уже подходит, чему уже подходит срок годности, что-то старое, открытое, что давно мы не кушаем. Ну, образно говоря, у вас может какой-нибудь соус стоять сто лет уже, и вы даже про него забыли. Это очень часто такое бывает. Выкидываем его. Если он у вас стоит уже больше трех месяцев, просто берем и выкидываем. Следующее, я сгруппировала все продукты по принципу такому. Я разместила овощи и фрукты, это у меня была группа. Дальше группа творожки, йогурты и все, что к завтраку идет. Дальше колбасные, мясные изделия, паштеты тоже, это отдельная группа. И последняя группа у меня была сыры. Мы очень часто любим сыры, всевозможные, думаю, в каждой семье их любят, потому что сыры, в общем-то, составляют основу завтрака. Что я дальше с этим сделаю? Я приобрела контейнеры. Да, это могут быть самые-самые дешевые контейнеры в каком-нибудь фикс-прайсе. Я купила свои контейнеры в магазине Фамилия. Ему показалось, они очень удобные. И самое главное в контейнерах, чтобы у вас были там удобные две ручки. Для чего это нужно? Я вам поясню, сейчас видео тоже покажу. Еще, когда вы будете накрывать завтрак, очень удобно будет брать этот контейнер за две ручки и просто доставать классный стол. И не нужно бегать сто тысяч раз, да, вот особенно если у вас ребенок, мама, я хочу этот йогурт, нет, я перехотел, я хочу этот творожок. Вы просто берете, достаете контейнер, ставите его на стол к завтраку, и у вас вся молочка, скажем, грубо говоря, перед вами, да, все колбасные изделия перед вами. Вся семья знает, что здесь вот творожки, здесь колбаса, здесь сыр, здесь овощи, фрукты. Это очень удобно, кроме того, вот я этим начала пользоваться не так давно, когда готовилась к марафону. И просто почему я это не сделала раньше? Дальше, значит, расхламление, это разбор шкафов, но самое главное, поверьте мне, это разобрать шкафы со всевозможными группами, макаронами, мукой и так далее. Почему это важно? Потому что, по сути, это основа вашей готовки, да, это основа вот вашего спокойствия и уюта каждый день. Мы с вами этим пользуемся. Конечно же, знать, что где находится, удобно брать. Это, например, если вам в готовке помогает ваш муж, он должен знать, где что находится. Для мужчин очень важно, чтобы все лежало на своих местах, как это не парадоксально, они сами могут, да, что-то класть на свои места. Кстати, мужчина, пишите мне в комментариях, если вы тоже с нами в этом марафоне, будет очень-очень приятно мне. Очень важно, чтобы все это было подписано. Что я лично для себя сделала? Я уже давно завела пластиковые банки, подписала их, но у меня скопилось очень много различной муки, которую я использую, там, овсяная, гречневая, кружутная и так далее, когда готовлю. У меня скопилось какое-то неумоверное количество макарон, риса, гречка, зеленая, гречка обычная. Все это лежит в пакетах. Мука, естественно, вся высыпается, вываливается, это настолько неудобно, поэтому, конечно же, первое, что я сделала, это банки. Возьмите обычные стеклянные банки, в отличие от чего, да, только нет, вот в этих банках огурцы продаются, помидоры. В общем, обычные банки с закрутками и наклейте на них меловые вот такие вот стикеры-наклейки. Это очень-очень удобно, поверьте мне, я так сделаю, пользуюсь и всегда удобно эту банку. И помыть, эту наклейку отклеить, переклеить, туда что-то новое насыпать. И вот я сюда вставлю для вас видео, насколько и шкаф сам преобразился. Не может быть уюта, не может быть красоты, если у вас все захламлено внутри. Ну, вы сами, наверное, это по видео увидите. Внутри шкафов, да, просто вот начните с этих двух пунктов, расхламление холодильника, расхламление шкафов, и вы очень приятно удивитесь. Что я еще пересыпала в банки, это различные специи. У меня очень много специй, которые я покупаю на развес, и что-то мы привозим из путешествия. И этих специй скопилось огромное количество, в каких-то пакетиках все высыпается. Хотя у меня для специй есть отдельные два таких очень удобных ящика. Но у меня специй уже больше, чем этих ящиков. Что я сделала? Здесь универсально, особенно вот у кого есть дети. Мне эту идею, кстати, подсказала моя сестра. Она говорит, слушай, вот эти баночки от пюре, ты их не выкидываешь. Это универсальное вообще хранение всего, чего угодно. Вот как раз-таки я их приспособила для специй. То есть я пересыпала все специи в эти баночки. У них не самые красивые крышки, но опять же можно что-то наклеить, какие-то наклейки заказать. Кстати, ссылки там на какие-то стикеры я оставлю здесь обязательно под видео, чтобы вы тоже могли этим пользоваться. И, конечно же, мы с вами можем использовать какие-то красивые баночки в качестве декора на открытых полках. У меня, например, это медные баночки и баночки из фикс-прайса, которые я покупала, какие-то винтажные баночки. То есть можно сделать хранение вот таким вот красивым декором, но здесь нужно быть очень аккуратным. Опять же, чтобы открытые полки не захламить. Ваши баночки, опять же, должны быть стоять либо попарно, то есть группа. Вот у меня, например, две медные баночки, две практически одинаковые баночки, квадратные стоят. А дальше, если вы любитель чая, можно купить винтажные чайные баночки. О винтаже мы, кстати, с вами поговорим еще в самом конце марафона обязательно. Винтажные чайные баночки, которые у меня тоже есть, это настолько красиво смотрится, настолько функционально и придает уюта любой вообще кухне. Второй этап, который мы с вами будем делать для красоты и уюта нашей кухни, это менять и добавлять какой-то текстиль на кухню. К текстилю всегда относилось как-то наплевательски. Мне казалось, что это проще простого сходить купить полотенце. Так вот, на самом деле, рассматривая фотографии, что я часто делаю, оказалось, что именно качество текстиля, его внешнеопрятный вид, расцветка придают часто интерьеру завершенность. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это выкинуть все полотенца с какими-то дырками, с какими-то пятнами, что на кухне имеет место быть. Если у вас часто такая история бывает, пятна, купите просто темные полотенца. Заменяем мы это все либо на новые полотенца, либо шьем новые полотенца, это, кстати, очень бюджетно. Либо, вот, например, у нас есть абсолютно новые винтажные полотенца, которые нам передала по наследству Лешина мама. У нее их очень-очень много, но раньше просто все запасались этими полотенцами. Возможно, тоже у ваших бабушек, мам, где-то есть такие вот эти вот плотные, хорошие полотенца, здесь в видео покажу, насколько кухня выглядит реально круче и уютнее, и интереснее с такими вот полотенцами. Выбирайте полотенца либо однотонные, либо с какой-то полоской, но не очень навязчивой полоской. Еще клеточка тоже, в принципе, неплохо подходит. Ссылки на какие-то понравившиеся мне полотенца я оставлю здесь внизу под видео. Неплохие полотенца есть, в принципе, в Икеа, они бюджетные. Там даже очень классный такой лайфхак вам дам, это постелить дорожку на обеденный стол. Дорожка, она и как декор выполняет функцию, и, в общем-то, тоже защищает ваш стол. Вы можете ее стелить, когда к вам приходят гости. То есть не скатерть, а полноценного мы стелим. Просто на эту центральную дорожку ставите как раз-таки какие-то мисочки, да, с салатиками там и так далее. И очень классно это смотрится. Мне вот эта дорожка, кстати, понравилась с такими зелеными листьями. Сейчас в преддверии весны и лета. У вас деревянные стулья, можно очень классно обновить текстильную кухню, постелить на них подушечки. У нас тоже такие подушечки есть, они классно обновляют интерьер. Опять же, вы можете подобрать их под свое настроение, под время года. Зимой какой-то сезонный текстиль, да, размещать. Это всегда очень здорово. И последнее, что я скажу про текстильную кухню, это постелить коврик в зону готовки. Мало того, что это очень-очень удобно, когда вы можете голыми ногами встать не на плитку, а на ковер. Но коврики на кухне реально придают какую-то, ну, завершенность интерьера, опять же, уют, стиль определенный. Вы можете эти коврики подобрать под свою кухню, это всегда очень классно смотрится. И мы вот с сестрой, как раз, помните, да, в моем видео, когда я показывала кухню, их показывали коврики с того же Алиэкспресса. Если пойти, вот я делала шоппинг-лог из магазина Хофф, там есть классные в этническом стиле коврики. Это могут быть джутовые. Сейчас очень популярно такое направление, как моха и этно добавлять в интерьер. То есть какие-то предметы интерьера, которые отсылают нас к этнике, к африканскому, к египетскому, к марокканскому, к чему-то, к восточному, да, вломенные теплые оттенки придают интерьеру уют. Так, со вторым этапом закончили, переходим к третьему этапу. Это будет этап, который посвящен созданию композиции на рабочей поверхности кухни. Вы вообще замечали, что часто предметы, которые расставлены на столешнице, если они хаотично расставлены, если их очень много, то создается такой эффект беспорядка. Хотя вроде бы вам кажется, что все лежит на своих местах. Я это еще заметила в нашей предыдущей кухне и часто старалась все убирать со столешницы. Но оказывается, есть очень-очень простой и бюджетный способ для того, чтобы загруппировать предметы, чтобы они выглядели стильно, и чтобы кухня стала красивой, уютной и не было эффекта вот этого захламленности, это создать композицию на рабочей поверхности. И композиция, как правило, очень аккуратно смотрится. Композиция представляет собой какую-то поверхность. Это может быть либо деревянная доска, либо деревянный ящик, либо какой-то, может быть, поднос, который у вас давно уже есть, и вы не знаете просто, куда, подо что его приспособить. Это может быть соломенный какой-то контейнер, которых сейчас очень много, возможно, он у вас есть в наличии. Это может быть металлический контейнер, про который я уже рассказывала как-то в своих видео о скандинавском интерьере. В такой контейнер можно поместить все те предметы, которые у вас как раз-таки и создают вот этот вот эффект, скажем, заспамленности, да, вашего помещения. Сочетать, скажем, доску деревянную, специи, какие-то масла, но только в, либо в оригинальных бутылочках, оливковое масло. Можно перелить подсолнечное масло в бутылочку из-под оливкового масла, сделать какие-то этикетки. Это, кстати, очень классно смотрится, очень такой хороший прием. Туда можно поставить подставку для ножей, какой-то горшочек, либо ведерко с вилками, с ложками. Опять же, скалку туда можно деревянную разместить. Если у вас есть какая-то кофейная зона, и вы не знаете, как вот ее облагородить, можно, опять же, в деревянный металлический ящик поставить кофе в прозрачных стеклянных банках с надписями новыми. Это всегда очень классно, выигрышно смотрится. Туда можно и чай разместить, или, опять же, композиция только из специй. Но есть одно правило, о котором я хочу с вами поделиться. Это правило работает не для всех композиций, конечно же, но благодаря этому правилу часто можно создать именно такие вот стильные композиции, как будто они, знаете, из каких-то журналов об интерьере, либо из какого-то очень модного интерьера, и этим приемом пользуются очень многие, так называемые, декораторы интерьера. Вы размещаете предметы, которые более мелкие, ближе к вам, а на дальний план ставите более высокие предметы, например, вот как раз высокую деревянную доску, либо скалку. Это правило очень хорошо работает, если у вас предметы разнородные. Ну что, мы с вами разобрали уже шкаф, холодильник, мы с вами поменяли текстиль, мы сделали классную, очень функциональную, красивую композицию. И переходим к четвертому этапу. И четвертый этап очень простой. Этот этап посвящен хранению моющего средства, которое часто есть на кухне, в специальной баночке. Этот прием, конечно же, я уже использовала, когда взяла баночку от Икея, она была непрозрачной, черного такого графитового цвета, но баночка разбилась, я как-то о нем забыла, и моющее средство у меня стояло в той банке, в которой оно продается. Мне кажется, что перелив моющее средство в какую-то стильную, именно прозрачную банку, кухня, вообще по-новому вы на нее посмотрите. Я, например, приобрела вот такую вот баночку на сайте Алиэкспресс, она пластиковая с черной помпой. И вот, в принципе, вот эта баночка, по-моему, в районе 260 рублей стоила, там есть более бюджетные, но они будут без вот этой наклейки. Такие баночки можно встретить от каких-то гелей для душа. Например, у меня был гель для душа в Экспрессе, я вот просто дурында была, выкинула эту баночку, она была очень такого красивого коричневого цвета, прозрачной и с черной помпой. Вот очень важно, чтобы помпа была либо по цвету этой баночки, либо она была темного цвета. Потому что если она будет белой, это не то. Но опять же, можно эту помпу покрасить просто из аэрозоля. Пятый этап или стилистический прием. С помощью этого приема так просто создать уютную атмосферу любого вообще помещения, кухни в том числе, и освежить интерьер, это добавить различные деревянные предметы в интерьер. Но сейчас конкретно, конечно, мы с вами говорим о кухне. Благодаря своему такому приятному, натуральному, естественному оттенку, даже если дерево затонировано, все равно часто даст его структура, такие предметы, они хорошее настроение создают. Прежде всего, нам так часто этого не хватает. Какие можно использовать деревянные предметы и что конкретно использую я? Конечно же, в первую очередь, это разделочные доски. Конечно, они сейчас не дешевы. Но, например, вот разделочные доски, которые висят у меня на кухне, я говорила, что приобретала их в магазине своя полка, это магазин на Artplay, они мне обошлись каждое по 600 рублей. В принципе, это нормальная цена, они очень сильно радуют глаз, и в сочетании с какими-то другими деревянными предметами. Получается такая хорошая композиция. Также можно использовать вот такие вот щетки для мытья посуды. Это деревянные щетки, я конкретно их заказывала на сайте AliExpress и обрабатывала льняным маслом, показывала вам в Инстаграме. Они тоже очень классно смотрятся. Кроме того, они еще и функциональные, нам с вами это очень важно. Также можно использовать различные спилы. Я показывала, как делала спилы из дерева, обрабатывала тоже льняным маслом. Данную можно использовать сушилку для посуды. Она, как правило, очень бюджетная. Я для вас находила такую раскладную сушилку на AliExpress. Вообще они продаются практически везде. Очень хорошо придает интерьеру уют деревянная посуда на открытых полках. Это прям такой must-have. Конечно, она не дешевая, но возможно, я помню, вот был такой бум на деревянную посуду. Это, наверное, у них было лет 10. Что-то осталось. Какие-то деревянные солонки, может быть, остались, сахарницы. Вот тогда это было очень популярно. Опять же, использовать, да, вот какой-то винтаж, достать его, использовать на открытых полках. Это очень красиво смотрится. Деревянные, опять же, лопатки. Это вообще очень бюджетно. Практически в каждом магазине для дома продается. Позже повесить их на кронштейне. Кстати говоря, о деревянном кронштейне. Всегда классно смотрится в интерьере кухни именно кронштейны, на которых вы что-то подвешиваете. Я нашла супер бюджетный такой лайфхак. Это взять просто корягу такую деревянную, ее подвесить. Можно, кстати, это сделать на веревках, на кожаных ремнях подвесить. Для нее приобрести крючки. Крючки я нашла на Алиэкспрессе, но, в общем-то, по-моему, такие крючки и в Икеи есть. И она будет служить вам дополнительно таким вот кронштейном, придаст, опять же, уют, какую-то аутентичность вашему дому. И вообще, очень классно на таких кронштейнах будут смотреться какие-то винтажные вещицы. Я всегда ищу идеи. Я вам говорила, если вы не обладаете каким-то дизайнерским вкусом или вообще считаете, что у вас какой-то дурной вкус, я тоже раньше так считала. Я очень важна на смотренность. И дизайнеры интерьера, они именно и работают по такому принципу. То есть, они насматривают картинки, интерьеры, фотографии и после этого только начинают работать. И вообще, вот этот дизайн, именно он складывается годами. Это такой большой опыт. Так вот, я очень часто просматриваю картинки в Инстаграме и вам советую подписаться на одного блогера. По-моему, это блогер из Японии. У него очень много идей, именно то, что он делает своими руками. Это сейчас не реклама, естественно. Просто хочу вам делиться вот с вами такими полезными профилями. И у него я нашла вот деревянный шкафчик, у которого открывающиеся дверки сделаны из рамок от фотографий. То есть, он к ней приделает просто ручки. И вот, посмотрите, как классно это смотрится. А вообще, можно взять любой деревянный ящик, поставить его на кухонную поверхность и тоже это очень освежит, обновит ваш интерьер. Сегодня, наверное, я буду заканчивать. Это были наши пять шагов к тому, чтобы создать уютную атмосферу на кухне, освежить ее интерьер. Я очень надеюсь, что вы все эти шаги вместе со мной пройдете и мы с вами уже к следующему этапу придем обновленными, освеженными в плане интерьера. Следующий этап будет также посвящен кухне. Тоже расскажу о своих бюджетных идеях, лайфхаках. Так что, если вы до сих пор не подписались на мой канал, обязательно этот сделайте. А о выходе нового видео я, скорее всего, напишу в Инстаграме либо сделаю сообщение здесь на Ютуб. На сейчас всем пока-пока.